Здравствуйте! Вот слово окисел, оно какое-то такое вот, что-то кислое содержится, да? Вот, но не все окислы кислотные, да, вот, не есть окислы щелочные. И не все окислы кислотные одинаково кислотные, они все щелочные, окислы одинаково щелочные. Плюс к этому еще бывают амфотерные или амфотерные, не знаю, как лучше произносить окислы. Меня учили говорить амфотерные, а некоторые говорят амфотерные. Вот. В чем тут дело и почему и как вот на эту тему мы сегодня поговорим. Ну, специально как-то вот у меня в табличке амфотерных окислов нет. Три окисла у меня тут нарисовано. Один окисл называется у нас двуокись углерода, СО2. Углекислый газ. Окись кальция, 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 кальция О. Ну, понятное дело, что СО2 это окисел, его еще по-другому называют, ангидрит, ангидрит, то есть безводный, ангидрит угольной кислоты. Если этот окисел СО2 смешать с водой, то должна получиться угольная кислота, H2SO3. Кстати говоря, есть еще ангидрит кремниевой кислоты, СО2. Но сколько с водой не смешивай, значит, у кремниевой кислоты не получится. Кремниевую кислоту получают другими способами, ну, скажем так, в химических реакциях, из силикатов, из солей силикатов, там, где это уксусная кремниевая кислота, простите, выпадает в осадок. В виде такого студенистый осадок, да. Так вот, СО2 у нас будет сегодня играть роль явно кислотного окисла. Кальций О. Этот окисел, так называемый, основной окисел или щелочной окисел. То есть при его взаимодействии с водой, то есть это тоже ангидрит, тоже некая безводная среда, тоже хорошо взаимодействующая с водой, кальций О должен образовывать кальций О аж дважды. То есть основание, ну, достаточно слабую щелочь. А вот H2O, это вообще очень интересная вещь. Что это за окисел, вообще понять трудно. Это, значит, H2O, окись водорода, вообще так можно, наверное, назвать. Но вот что с ней будет при взаимодействии с водой? Вот это очень интересно. При взаимодействии с водой, сама по себе вода эта, может диссоциировать, как мы с вами говорили. Диссоциировать она будет на гидроксил О аж минус и на аж плюс. То есть вот она одновременно, а H2O это, с одной стороны, немножко кислота, а немножко основание. Потому что при ее вот этой вот диссоциации, при диссоциации воды, получается, в общем, вот как раз то, что вот и H плюс и О аж минус. Вот такая вот пара. Ну, загадочный окисел, но вот как-то вот так вот в нашей системе, в нашем водном мире, в котором большую роль играют всякие ангидриды, безводные окислы. Вот он вот такое вот уникальное положение занимает. Во всяком случае, все наши ангидриды именно с водой, реагируя с водой, образуют либо кислоты, либо основание. Так уж получилось. Итак, давайте-ка займемся делом. Значит, почему вот вдруг вот СО2 с водой реагирует, образует, в общем, кислоту, а кальций О с водой реагирует, образует основание. Вот, смотрите, сейчас мы тут прореагируем. Во-первых, как это происходит? Вот она, реакция. H2O и СО2. Вот они, сейчас они встретятся. Смотрите-ка. Значит, H2O, вот это такой вот, они, кстати, оба очень похожи у меня на моей картинке. Они такие вот, как сказать-то, V-образные объекты, V-образные молекулы. В молекуле H2O в вершине вот этой галочки стоит атом кислорода, а в молекуле СО2 в вершине галочки стоит атом углерода. Вот, и они, значит, должны взаимодействовать. Характерной особенностью молекулы СО2 является то, что связи между С и О, они тут у нас двойные. Да, двойные связи. И вот подходит молекула кислорода. Что же тут должно произойти? Во-первых, получается такая вещь интересная. Тут есть попытка обменяться химическими связями. Вот смотрите-ка еще раз, такой как бы мультик. Вот эта вот связь, соединяющая OH, да, и связь, соединяющая СО, они рвутся и меняются. Вот она. Устанавливается связь, значит, какая между О и С, между О, входящим в молекулу воды, и в С, и углеродом, а между кислородом, входящим в молекулу СО2, и водородом. Они поменялись, бац, и получилась вот пока еще не устоявшаяся, какая-то такая неправильные углы подобраны, да, вот такая вот молекула. Сейчас она и получается, эта молекула, значит, угольной кислоты. Вот. Ну, значит, почему это кислота, а не основание? Простой ответ. Я вот сейчас посмотрю на следующие картинки, вот тут все такое устоявшиеся, понятные вещи. Где, попав в воду, по каким линиям будет происходить диссоциация этой молекулы? Тут два места, где можно диссоциировать. Либо должны развиваться связи ОС, либо ОО. Либо связь между углеродом и кислородом должна разорваться, и тут должна произойти диссоциация. Тогда, безусловно, этот оксид, его, вернее, значит, производные с водой, его результаты взаимодействия с водой, вот, так называют, гидроокиси называют, да, вот это, в принципе, можно назвать гидроокись, значит, углерода, да, в принципе, можно назвать. Так вот, эта вот гидроокись углерода, она будет диссоциировать, разрываться будет связи между кислородом и водородом. Почему? А потому что связь эта более полярная, более полярная, чем связь ОС. Повторюсь, опять же, кислород и углерод, они стоят в одном, значит, ряду, и в этом ряду, ну, скажем, у углерода не хватает четырех электронов для того, чтобы иметь, значит, наружную оболочку из восьми электронов, а у кислорода только двух. Естественно, как бы сказать, сродство к электрону сильнее у кислорода, но, но сродство к электрону у водорода еще слабее, чем у углерода. И поэтому вот эта связь ОС, она более слабая. Вот этот вот окисел у нас получается кислотный. При диссоциации, будет при диссоциации его гидроокиси, ну, это я немножко, немножко утрирую, обычно гидроокиси называются вот эти вот щелочи гидроокиси, да, основания. Вот, ну, все-таки это окис, результат взаимодействия окисла, значит, углерода с водой, вот он, пожалуйста, результат взаимодействия. Вот, ну, при диссоциации отделяется водород, значит, значит, это кислота. А вот у нас кальций. Кальций-О, тоже двойная связь между кальцием и кислородом. И приплыла к нам молекулка H2O. Ну, кстати говоря, так же, как и в молекуле СО2 были двойные связи с кислородом, и молекулой С, так и здесь. Это неудивительно. Кислород двухвалентный, у него два валентных электроны. Эти два валентных электроны будут создавать две пары, вот, две пары, спаривайте, спаривайте электроны, чтобы так, чтобы казалось, что у него полная оболочка. Причем эта связь даже более поляризована, да, вот, чем связь в молекуле углерода, больше, это более полярная эквивалентная связь, чем связь СО, да, чем связь в молекуле СО2. Так, ну и что происходит? А то же самое. Разрывается двойная связь и строится вот она. А здесь какая связь более полярная? А здесь связь более полярная между кислородом и кальцием, потому что кальций, он же гораздо крупнее, чем водород, правда? У кальция на наружной оболочке два электрона, от которых он хочет избавиться и таким образом получить в качестве наружной предыдущую свою предпоследнюю оболочку, на которой восемь электронов. Он будет полностью рад с точки зрения квантовой механики, его это как раз наибольшим образом устраивает, да, вот. И диссоциация будет идти как раз здесь, это наиболее поляризованное место. Чебурашки, молекулы воды, вот именно здесь будут свою гидратную оболочку устраивать, вот, и диссоцируют. Ну, нужно сказать, что я вам в качестве примера выбрал два окисла, дающие вот эти вот, ну, производные с водой, не самую сильную кислоту и не самое сильное основание. Я даже как-то щелочь его не хочу называть, хотя он явно проявляет щелочные свойства. Вообще говоря, кальций OH, вот они рядом, парочка кальций OH и H2CO3, да, вот эта вот такая вот группа, они, и тот, и другой не сильные, значит, основание кислота. Да, и они взаимодействуют друг с другом. У них есть такое вот занятие, взаимодействуют друг с другом, не совсем то я вам сказал, взаимодействует с кальцией OH углекислый газ. Вот углекислый газ оказывается, скажем так, более сильным в некотором роде окислом, да, чем кальций OH, в каком-то смысле. Сейчас я вам объясню, в каком. Он с ним взаимодействует с этим вот кальцией OH и превратится в кальций CO3. Кальций OH дважды плюс CO2 дает в результате воду и выпадающий в осадок кальций CO3, то есть известь. Вот известняк, мрамор, мел, они состоят из кальция CO3. Это их разные модификации, скажем так, да, разные модификации, отличающиеся разной степенью кристаллизации. Например, кальций CO3 в виде мрамора, это такая уже почти, это же кристаллическая структура. Марморизованный известняк, которым отделаны станции Московского метрополитена, ну, они не все мрамором отделаны, некоторым марморизованным известняком. И это особенно красиво, кажется всем посетителям Московского метрополитена, потому что настоящий мрамор, он такой вот, ну, без рисунка. А вот этот мрамор, это вот известняк, вы, видимо, видели куски известняка природного, это известняк, сохранивший следы прежней жизни, но он непрочный. А вот марморизованный известняк, он уже начал кристаллизоваться, но не до конца закристаллизовался. И вот эти вот прежние следы и отпечатки всяких древних, которые многие миллионы лет назад жили, так сказать, существ, не то что их отпечатки, а их кальциевые скелеты, вот эти, да, кальцитовые, да, они вот для нас и дошли в этом виде, да. Ну, а мел, это и вовсе почти не кристаллический, ну, точно не кристаллический. Между прочим, особенную роль в области кристалличности играет кальций, СО3 в виде известняка. Вот московский храм, храм Московского Кремля, как известно, построен из белого камня, из известняка. Но, вот очень интересно, пытались вскрыть те же самые карьеры, и вскрывали, из которых брался тот самый известняк. Доставали его, ну, да, можно его отправлять на обжиг, можно из него делать известь, ну, на переработку, цемзавод, ну, строить, в бетон добавлять в качестве щебня, но строить из него, из кусков, они же не прочные. В чем дело? Почему московские храмы простояли века, и ничего, все стоят, прочные, а эти не простояли? Оказалось, маленькая тонкость технологии. Вот смотрите, очень поучительно. Известняк кальций, СО3, добывался в ту пору, в классическую, в пору, когда возводились кремлевские храмы, весной, когда было мокро. Вот он добывался вот эти мокрые блоки известняка, извлекались из карьера и выкладывались для просушки. Что бы при этом происходило? Часть известняка, кальций, СО3, он плохо растворим, но все-таки растворим. И вот он, наружный слой, растворялся. Что делает, значит, что значит растворялся? Происходила диссоциация. Вот эти вот шубы из чебурашек окружали отдельно, значит, ионы кальция, отдельно ионы кислотного остатка, да, кальций СО3. Вот они их окружали, облепляли и высыхали. А высыхая что происходило? А высыхая происходила их кристаллизация. И вот эти вот куски белого камня, из которого построен собор Московского Кремля, они снаружи оказывались покрыты тонким-тонким, тонкой-тонкой пленочкой кристаллической, да. И вот они-то и позволяют, эти тонкие-тонкие кристаллические пленочки, вот, делать этот камень долговечным. Всего-навсего. Всего-навсего оказывается нужно, чтобы он был хорошенько промокший, чтобы эти чебурашки смогли вот этот плохо растворимый камень все-таки немножко подрастворить, а потом дать ему подсохнуть. Значит, вот на что это похоже? Вот представьте себе, окунули вы кусок хорошего сахара, такой, не рафинад прессованный, который разваливается, да, такой вот плотный, в воду. Слегка смочили. И дали ему высохнуть, да. Он же изменится, его структура, правда? Он сильнее слипнется, да, вот он немножко размок, а вместо того, чтобы ему не дали развалиться, а дали высохнуть, и он еще сильнее склеился. Отдельные частички его сильнее склеются, да. Так и здесь происходит, так и здесь произошло, он сильнее склеился. Вот так вот ведет себя кальций ваш. Ну, в принципе говоря, хочу, это структура углерода. Об углероде у нас потом поговорим. Кстати говоря, хочу вам рассказать про замечательную вещь кальций, раз что он у нас, нам сюда достался. Кальций, его соли, вернее, кальций-СО3 в частности. Этот известняк обычно перерабатывают методом обжига. Обжигают известняк, нагревают его в печах для обжига известняка, и что с ним происходит? А происходит его разложение. Кальций-СО3 разлагается. Вот этот вот кислотный остаток слабенькой соли предпочитает распасться на молекулу СО2, и оставшийся кислород остается с кальцием. Кальций-О. Кальций-О называют негашеной известь. Так обычно ее называют. Окись кальция, так мы по-химически говорим. А так называют негашеной известь. Пушонка. Называют ее вот в строительном деле. Вот это вот пушонка. Так вот, с этой пушонкой целое дело. Дело в том, что до эпохи появления вот у нас в Европе и в России, значит, цемента, все кладочные работы, строительство, значит, скажем так, каменных сооружений, производилась на... Кладка производилась с помощью известкового раствора. На извести. Известковый раствор. Вот примерно те же процессы должны были происходить, на которых я вам говорил. Примерно те же самые. О чем идет речь? Значит, речь идет вот о чем. В штукатурный, например, известковый раствор. Как уж класть на известковом растворе, так сказать, кремлевские стены, я не очень знаю, потому что никогда не клал. А штукатурить я штукатурю. Ну, штукатурил. Вот. Как это происходит? Значит, выбрасывается этот самый раствор с известью. С какой известью? Кальция у вас дважды. С гашеной известью. И дальше эта гашеная известь начинает сохнуть. Что значит сохнуть? Что вода только уходит. Ну, да, вода, конечно, испаряется, но не это главное. Происходит взаимодействие кальция и OH с углекислым газом. Это взаимодействие не только делается вот в таких аппаратах, которые очищают воздух помещений от углекислого газа. Вот, например, на подводных лодках, ну, по крайней мере, на тех подводных лодках, про которые писались книжки про подводное плавание, вот в годы моего детства. На них, значит, воздух пропускался через раствор кальций, значит, OH дважды, то есть гидроксиды кальций или гидроксиды бария. И вот эти вот, значит, соединения барий-CO3 или кальций-CO3 выпадала в осадок. В осадок воздух, освободившись от углекислого газа, значит, обогащали кислородом из баллонов. И он дальше поступал, значит, в обитаемый объем подводной лодки, подводному корабля. Вот так это делалось в те старые годы замечательные. Вот. А тут у нас что? Кальций-ОН, мокренький такой, потому что вода все время есть у нас в атмосфере. И растворяется углекислый газ. Он тут прилетел, а тут все это мокренькое. Он готов, попал, а очень важно, чтобы было чуть-чуть мокренькое, да, влажное. А влажность всегда в воздухе есть. И происходит его реакция. Кальций-ОН дважды превращается в кальций-CO3. Забирает он у него. И выделяется, так сказать, пары воды. Выделяется. Очень плохо, если в эту штукатурку попадает непосредственно кальций-ОО. Вот кальций-ОО, вот если туда попало, сначала вроде ничего. А потом начинаются совсем некие плохие вещи. Какие плохие вещи? Кальций-ОО реагирует с водой. Получается молекула большего размера. Кальций-ООН дважды. И вот эта штукатурка или кладочный раствор распухает. Ну, естественно, все ваше сооружение разваливается. Поэтому очень большое значение в технологии использования негашеной извести является ее, так сказать, гашение. Сама по себе негашеная известь, конечно, иногда играет роль, как вот некоторые огородники ее используют. Заодно сожжем всяких вредителей на участке, всяких там нехороших грибков. Да, по ней потравим. Это все-таки такое активное вещество негашеной извести. Едучая. Ну, гасит ее водой, естественно. С водой смешать. А как это смешать с водой? Это что, отдельный атом? Она же не растворенная. Это не как вот вам углекислый газ СО2. Он попал в воду и готов уже прореагировать. В принципе, готов прореагировать с молекулами воды. А это что такое? Это частичка, более-менее маленькая. Маленькая пускай, а частичка гашеной извести. Это же целый мир, состоящий из атомов. И начинает идти, не как в случае с углекислым газом, гомогенная реакция. Ну, более или менее гомогенная. Сколько-то этого углекислого газа растворилось, значит, в воде. И начинает реагировать с водой. А тут вот только с поверхности. Вот они, молекулы воды, вот эти чебурашечки, начинают реагировать с молекулами кальцио. И утаскивают их с собой. А как вот утащить? Саваня, значит, почти нерастворимая. Тут же остается, да? Вот как быть? Как гасить? Гашение очень сложно происходит. Вот в современных условиях это делается так. Это такой аппарат такой большой, туда квалифицированный человек. Он квалифицированный должен быть, чтобы не пострадать физически. Что он обычно к лицу завязывается. Это такая вот не самая тяжелая работа, но самая опасная на растворном узле. Вот. Засыпает такой большой чан, в нем вращается некое подобие, так сказать, мельницы. И, значит, все время это вот ворошит вот эту массу, смешивая ее с водой. И самая тонкая-тонкая суспензия, крупные частички остаются для этого ворошения, да, понимаете, в воде. А мелочь всплывает, ее поток воды уносит в отстойник. И в этом отстойнике происходит накопление сметаны. Так называют строители, сметана. Это вот такой вот, в основном содержащий кальций ваш дважды раствор. Консистенция, как у сметаны. Но содержит он еще и воду, и какое-то количество кальцов. И тут происходит вот догашение его. Вот. В старые годы, когда строился Московский Кремль, например, и другие замечательные сооружения древности, естественно, таких аппаратов не было. Гасили тогда гораздо сложнее. Так вот, все это измельчить строго не удавалось. Гашение в ямах велось, ну, говорят, годами, как бы не десятилетиями, чтобы хорошо все это загасилось. В раствор вкладочный для стабилизации добавлялись яйца куриные, да, то есть белок туда добавлялся. Считалось, что это вот будет его стабилизировать. Эти длинные вяжущие белковые молекулы, про это и знать. Никто не знал, какие они молекулы, длинные белковые вяжущие слов. Этих не знали, просто сказали, яичный белок там или яичный. По-моему, яичный белок добавляли. Желток отделяли, белок добавляли. Вот. Вот они должны были служить стабилизацией этого, значит, процесса. Процесса, значит, окисления, да, значит, процесса ГИ в реакции с водой этого кальция О, да, вот, чтобы уж ее, значит, соответственным образом провести, чтобы не разваливал, чтобы раствор становился достаточно пластичным и не разваливался. Кстати говоря, добавок к кальций ООН дважды делает раствор пластичным. Так. Ну, это щелочь. Вот в наших краях, вот в Московской области принято белить стены мелом. Он беленький такой, хороший. Это кальций СО3. А вот за Уралом, в Сибири, почему-то принято белить кальций ООН дважды. Известью белят там. Вот белят известью. Ну, это, может быть, двоякая вещь, потому что дело в том, что в извести содержится некоторое количество негашенной извести, и она заодно убивает всякие грибки, микроорганизмы. Значит, ну, если вы белите, значит, деревянную поверхность, заодно и с гнилю поборетесь на всякий случай, предупредите, значит, грибковое поражение ваших деревянных сооружений. Как говорят, что 5 процентов, или нет, 1 процент деревянных домов погибает от пожара, а 99 от грибков. Да, вот, видимо, сибиряки борются с теми 99 процентами. Так вот, мне рассказывали такой поучительный случай. Сейчас я вам расскажу. Ну, это, как говорится, одна женщина сказала, так что ни фамилий, ни имен не знаю. Жила-была одна дама в Сибири. И вот, значит, у дамы был муж, а у мужа заболел желудок. Ну, лечили, лечили его, и определили такой диагноз. Мужу не сказали, а жене сказали, у вашего мужа, наверное, рак. Так что, вот, имейте в виду. Ну, человек живет, мучается, плохо ему. Женат на это смотрит. И вот, думает, ну, что делать вот с ним, вот, да, вот так вот убить его ведь тоже ведь нельзя, это преступление, жалко. И вот по какой-то такой причине, непонятной, она решила его угостить известковым молочком. Вот это вот известковое молочко, так называется, кальций ваш дважды. Вот нам в школе объясняли, известковое молочко, вот, вот, раствор кальций ваш дважды. Очень слабый раствор, плохо растворимая вещь. Нам говорят, так, вот, известковое молочко, это по консистенции как то молоко, что продается в магазине. Это вот с ту пору, вот, нашего детства, такого вот консистенции молоко продавалось в магазинах. Вот. Ну, и она, а она белила дом, да, вот эту вот известю, почему я заговорил про Сибирь, и у нее руки разъел, да. Ну, это как вот у меня мел разъедает руки, а сейчас вот не разъел. Вот, когда я пишу на доске, так у нее, вот, он развел по белке. Дай-ка я ее дам, ему вот эту вот кальций ваш дважды. Вот этого вот раствора. Ну, она ему налила, вот, врач вот тебе прописал, выпил, выпил. Ему понравилось, хорошо. Да, еще, да, еще. Вот, и он стал его пить. А кальций ваш дважды, он же ведь, это щелочь слабенькая, но щелочь. Она у него, значит, так, более-менее инертно задерживалась в желудке и спокойненько рекомбинировала с желудочным соком. Видимо, у нее была язва или какой-то, как называть, катар, воспаление части поверхности, трудно сказать. Но вот это вот наличие такой вот слабого основания в желудке, присутствия ее, да, она обеспечила вот то, что она, вот эта вот известка прикрыла эту ранку, и ранка смогла под защитой извести, защитой от желудочного сока, от аш-хлор, смогла затянуться, выздоровел, поправился, радостный. Врач сейчас спрашивает, как же вы так поправились? Да вот, ну как же, вот вы жене же прописали мне давать. Вот она мне давала, я ей поправился. Вот такая вот была, говорят, история в Сибири. Ну, как видите, все хорошо кончилось, почти как в какой-нибудь там Санта-Барбаре. Все замечательно. Видите, какая-то прекрасная история с кальцием ООЖ дважды. Вот. Так вот, эти два окисла у нас, один явно щелочной кальцием ООЖ дважды, другой явно кислотный, ну, если это гидроокись его, кальцием ООЖ дважды, другой явно кислотный СО2, потому что его, значит, гидроокись, скажем так, при диссоциации вот это вот связи рвутся по линии ООЖ, между ООО и АОЖ. А тут между ООО и кальцием. Все зависит от того, какая связь полярней. Вот связь между кальцием и кислородом более полярная, чем связь между кислородом и водородом. Поэтому рвется здесь. Слабое место. Слабое звено. Тут чебурашки ее и рвут. Поэтому это основание, поэтому это щелочь. А вот в кислоте связь между кислородом и... Это когда кислородные кислоты? А у нас как раз про окисло говорится речь, про кислотное окисло. Между кислородом и тем, что он окислял, да? Когда эта связь менее полярна, чем связь между кислородом и водородом. Вот тогда вот рвется по линии ООЖ, между кислородом и водородом. Тогда это кислота. Но кислот всяких много есть. Есть железная кислота, даже золотая кислота есть. В конце концов, да. Вот, как-нибудь вам расскажу, про них даст Бог. Что еще у нас есть? Во, серная кислота. Связь между серой и кислородом, связь между серой и кислородом, вот эта вот, она менее полярная, чем между кислородом и водородом. Поэтому это кислота. А вот как быть, если она примерно одинаковая? Вот это и называется амфотерные окислы. Помните, такой есть замечательный, у нас классический амфотерный окисл. Его обычно приводят в пример, значит, в учебнике в школьном химии. Это алюминий 2О3. И, соответственно, гидроокиси его, вот это типичное, не пойми что, то ли кислота, то ли щелочь. Алюминий ОН3-жды. А может быть, H3-алюминий О3? Может быть, так? Потому что как она прореагирует? Естественно, это нерастворимая вещь. Ну, так же, как и многие другие кислоты, кислородосодержащие и кислородосодержащие основания. Ну, как вот ферму H3-жды. Что это растворимый, что ли? Или H2CO3 тоже ведь нерастворимая вещь. Но при реакции, значит, с основанием, вот эта вот связь рвется как раз вот по цепочке, значит, OH. Вот тут вот разрыв происходит. Вот реакция нейтрализации происходит. А когда реагирует, скажем, феррум OH трижды, кислота какая-нибудь, то по феррум О вот тут вот рвется, да? Вот это оказывается более полярной связью, да? Хотя, в принципе говоря, такого рода связи, они, ну, так вот, значительная часть окислов проявляет амфотерные свойства в нашей таблице медели. Вот так вот от алюминия, и, знаете, вот так вот вправо вниз по таблице, вправо вниз по таблице идет полоска вот амфотерных элементов. Вот такая расширяющаяся туда полоса. Вот они вот проявляют амфотерные свойства. Потому что это что? Вниз и левее, да? Так как, если самим, вниз и правее, да? Вниз и правее. Вот, это более тяжелые, да, более многооболочные атомы, и там как-то уж они вот, ну, это, понятное дело, не левый край, где они легко расстаются с верхним слоем, а как раз они не очень хорошо хотят принимать. И вот тут вот эта вот амфотерность как раз и начинает проявляться особенно сильно. То есть вот этих амфотерных элементов очень много. Но об этом как-то вот другое можно разговор завести. Я вот вам как-то много времени посвятил соединениям кальция, да? Рассказывал, как его обжигают, как им лечат даже кальция, может, дважды, как его используют на подводных лодках. Хочется немножко вспомнить про углерод. Тоже очень важная вещь. Углерод – это уникальный совершенно атом с уникальной совершенно структурой, структурой наружного слоя. Он во многом уникален. Ну, ядро его очень уникальное. У него одинаковое количество протонов, одинаковое количество нейтронов. Это очень такая вот характерная вещь. Характерная вещь очень. Он ведь, видите как, восьмой номер у него атомный. У него, простите, так сказать, шестой номер атомный, да? У него четыре электрона на наружной оболочке, два на внутренней, да? И одинаковое количество протонов и нейтронов в ядре. Такое вот, так сказать, четное ядро. Четное количество протонов, четное количество нейтронов. Очень стабильное ядро. Вот как вот есть ядра альфа-частицы, ядра атома гелия. Два протона, два нейтрона, гелия-4. Вот. Это как альфа-частица даже выступает. Есть, значит, радиоактивность, альфа-радиоактивность вылетает из ядер альфа-частицы. Есть очень редкое явление, когда из ядра вылетает ядро атома углерода. Вот прям углеродинка вылетает, да? Ядро атома углерода. Очень редко. Потому что очень такая стабильная конструкция, да? Очень так вот тесно связанная. Но это вот на уровне ядерных свойств, а на уровне практических свойств, химических, то есть свойств наружной оболочки, это вот что. Углерод, в отличие, скажем, от своего ближайшего родственника, ближайшего подобия, да, кремния, он может образовывать длинные цепочки. Все дело в углах между химическими связями. Углы между химическими связями в углероде и в кремнии различаются. И поэтому углерод может образовывать очень длинные цепочки. Углерод С, 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 а тут у него H2, 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 H2C, N1, да? Знаете, помните, такая конструкция. А вот очень длинных цепочек такого рода кремниевых образовать нельзя. Вот беда-то какая. И поэтому вот аналога нашей углеродной жизни на базе кремния придумать нельзя. Одно время вот фантасты увлекались, ну, знаете, вот в 50-е годы тогда казалось, что человеческий разум такой мощный, что и вообще мир был, да, война окончилась. Понятно было, что человечество убережет мир от ядерного уничтожения. Договоримся. Америка договаривалась с Советским Союзом, со своим антагонистом. Могли договориться, да? Собирались до одного времени даже вместе на Луну полететь, но не полетели. Ну, в общем, был такой вот идея. Вот такой светлый мир будущего открывался. Фантастические произведения писались. У нас Туманность Андромеды, у них телесериал Стартрек, Звездный путь. Такое светлое, дружное, мирное будущее рисовали и у нас, и у них. Ну, конечно, каждый видел немножко по-своему, но смысл был один и тот же. Все будет хорошо. Все будет дружно. Так вот, в тот момент рассуждали фантасты. А вот можем ли мы в космосе встретить другие формы жизни, основанные на других химических соединениях? Ну, какие другие химические соединения? Должна быть цепочка, значит, атомов. Потому что мы из длинных таких белковых молекул состоим. Понятное дело, что все наши чудесные свойства обусловлены тем, что вот мы такие вот из биополимеров на основе углерода состоим. А может быть, на основе кремния. Ведь чем отличается кремния? Он при других температурах может жить, наверное, да? Вот. Если углерод у нас такой, понимаете ли, достаточно легко взаимодействующий, да? А вот кремния слабее будет взаимодействовать. И вот, может, где-нибудь на холоде будут кремниевые существа жить. Или, наоборот, в жаре какой-нибудь, на Меркурии где-нибудь. Ну, мы еще не придумали, куда их поселить. Ну, и не надо было, потому что не получается длинных цепочек. Вот углерод уникален. Углерод во многих отношениях уникальный, но очень сильно отличается от своего соседа и собрата кремния. Кремния, например, значит, он образует только вот одну структуру. В структуру, к такую вот решетку, типа решетки алмаза. Вот решетка типа решетки алмаза, так ее называют, решетка типа алмаза, да? Вот она. Вообще говоря, это решетка алмаза, это решетка углерода. Вот углерод ее образует. Кремния, похоже, образует. Ну, конечно, кремния по твердости с алмазом не сравнить. Алмаз – это диамант, да, это король камней. Очень твердый кристалл. Он, значит, режет стекло. Как говорят специалисты, обрабатывать алмаз можно только алмазом, потому что он самый твердый, он сам все будет разрушать. Вот. Замечательная вещь, да. Все связи, в которые вступают здесь атомы, они все ковалентные, неполярные. И вот, значит, он получается такая замечательная решетка. Но, но, не только вот такие вот блистающие камни могут расти из него. Существует еще одно, одно состояние, да. Одно состояние, принципиально другое. С одной стороны, вроде бы, это называется графит. С одной стороны, вроде бы, углерод, да. Вроде бы, связан ковалентными связями. Видите, вот три слоя. В каждом слое такие вот шестиугольные соты, да. Соты, как пчелы делают мед, да. Вот, соты. В этих сотах, значит, каждый атом внутри этих сот три химических связи использовал. Три химических связи. Он объединился со своими соседями. Три химических связи у него задействованы. Да, обратили внимание. Вот, три химических связи задействованы. Вот. А еще он между слоями связь провел. Заметили? Вверх и вниз объединился. Вот. А тут вот такая, сколько валентности углерода? Четыре, да. А откуда же у него? И вверх он протянул, и вниз между слоями. Заметили? Получается, что что-то не вяжется. Что-то против нашего обычного, так сказать, такого вот валентного представления об углероде, что-то не так. Вот здесь все так. Вот если мы так внимательно посмотрим, у каждого из них четыре связи, да. Вот четыре связи. Раз, два, три, четыре. Во все стороны. Как в молекуле метана. CH4. Он только не с водородом здесь связан, с соседями, а с углеродами. Четыре. Вот в этих вот шестиугольных сотах у него в каждом звене этого, у него с соседями идут три связи. А четвертая должна идти либо вверх, либо вниз. А она идет, вот посмотрите, вот в среднем ряду, да. Она и вверх, и вниз. Как понимать? Как это понимать? А понимать надо так, что вот такой вот связи, как мы палочками рисуем, а палочками мы рисуем связь, которая называется ковалентной. Ковалентной полярной, ковалентной неполярной, ионной. Это все вот разновидность таких вот связей обменного взаимодействия. А тут не обменное взаимодействие. Тут связь электронная, простите, связь металлическая. Когда электроны вот просто бегают, вот и все. И вот это замечательное свойство, что одновременно, это единственный, по крайней мере, известный мне объект, в котором одновременно существует и ковалентная связь, и металлическая связь. Ну, он делает ее проводящий, вот этот вот графит. Из графита раньше больше делалось, сейчас меньше делается электротехническая продукция. Ну, сейчас в основном это всякие контакты скользящие, да. Вот по металлу они просто быстро будут изнашиваться, металлические контакты. А вот это всяких вот электродвигателях, электромоторчиках, электрогенераторах. Это называется щетки, да. Щетки горят. Щетки искрят такое вот иногда, если выражение, несколько там летят. Вот, вот они. И, а вообще-то говоря, первые лампочки накаливания, это были лампочки с нитью, изготовленные из обугленного бамбука. Вернее, из обугленного бамбукового волокна. Вот так вот, да, специальным образом обработанное. Вот это вот угольное волокно, оно вот проводило электрический ток. Вот за счет вот этого вот, так сказать, двуликости углерода. Более того, вообще кинематографу, например, не существовало бы долгое время, если бы не углерод. Потому что первые опыты в кинематографе, в проекционном кино, были связаны именно с дуговыми лампами. В дуговых лампах, дуговая электрическая лампа, там были, значит, угольные электроды, то есть вот из графита, угольные электроды, они, значит, сближались, и горели, и мощный поток света, вот, позволял, значит, делать, значит, проекцию на стенку. Вот без этого бы, настоящего бы кинематографа не было бы просто долгое время, пока бы не были бы изобретены лампы накаливания, да. А каково их было изобретать? Надо было сразу придумать, значит, тонкую вольфрамовую нить, насколько бы отстало бы человечество в своем развитии, если бы углерод не обладал бы таким свойством. Да вообще-то говоря, если бы углерод своими необычными свойствами не обладал бы, у человечества и вовсе бы не было, между прочим, да, не было бы вовсе. А были бы только вот простейшие соединения СО, СО2. А, кстати говоря, вот СО2 – это ангидрид чего? Ангидрид – угольной кислоты. А СО, как вы думаете, и с водой он будет взаимодействовать? Вообще, честно говоря, с водой он не взаимодействует. Не взаимодействует. СО – это угарный газ, нехорошая вещь. Лучше бы он взаимодействовал с водой. И вообще его трудно очень от СО очистить. Воздух – это очень большая проблема. Противогаз его не берет. Вот фильтрующий противогаз. Ну, изолирующий, понятно, он просто нас изолирует от внешнего мира, и мы дышим кислородом, который делает нам генератор кислорода в изолирующем противогазе. Вот. А тут формально, смотрите как, вот давайте соединим. СО2 плюс H2O. Что получилось? H2, СО3, да? А тут что будет? СО плюс H2O. Должен быть H2, СО2. H, СОО, H. Помните, это такая была аналог кислоты, которая, так сказать, карбоновой кислоты С, у него H, О и ОН. Вот он. Формально это так. Но реально он, конечно, с водой не взаимодействует. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ. Удачи. СОБАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВАН